То сейчас вот людям нужно. Сами видите, какой мир у нас сейчас есть. Ну, само собой, только от рада и утешение. Село Пушкари Михайловского района Рязанской области 3 февраля 2017 года стало местом многочисленного стечения паломников. Люди ехали из Рязани, Тулы, Москвы и других городов российских, чтобы поклониться и помолиться перед чудотворным образом Царицы Небесной от рада и утешения. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Поступница, помощница, потому что и на семье было чудо, именно от этой иконы. И, в общем-то, очень сильно почитаем, стараемся постоянно приезжать сюда, каждый праздник. Чаще не получается, но каждый праздник, зимний праздник и летний, стараемся приезжать. Святое отрадное место – это храм Божий, небесными покровителями которого являются святитель Николай Мерликийский чудотворец, святая великомученица Варвара и образ Божьей Матери от рада или утешения. Многие михайловцы, да и жители других уголков России, знают о силе и молитвенной помощи Царицы Небесной и прибегают к ее заступлению. Особенно быстро доходит молитва в день прославления иконы 3 февраля. Это день особенный. Пушкарях – это один из престольных праздников, и собирает он в стенах небольшого храма множество прихожан и паломников. Валентина Ивановна, вы давно в Пушкарях живете? Я всю жизнь, я родилась тут, и выросла, и детей выходила, и внуков. Так что все время ходила в старую церковь, когда у нас была. Потом церкви не стало, вот новую нам построили церковь. Так что все время стараюсь, когда свободное время, всегда стараюсь ходить в церковь. А вот особый образ Царицы Небесной отрадует тишением у нас, именно в Пушкарях. Что он для вас лично? Для меня лично, когда бы я что бы не попросила, всегда, всегда мне только я помощь принимаю от нее. Очень даже помогает. Так что всем советую не покидать нашу церковь, когда только время бывает, всегда ходить в церковь. И она всем, всем помогает. Настоятель храма, протеерей Сергий, со своими помощниками с праздничной радостью провели богослужение. Ему сослужил настоятель Свято-Никольского храма села Стрелецкие-Выселки иерей Роман Луканин. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником Божьей Матери, иконы ради ее отрады или утешения, которая является для нас с вами, конечно, особым проявлением милости Божией Пресвятой Богородицы к нашему краю. Мне сейчас вот батюшка попросил сказать такое слово поздравительное. Я вспомнил, как приезжая сюда как-то поклониться этой святыне год назад примерно с своими друзьями, знакомыми, среди которых был один церковный историк. Вот мы когда подъезжали, он вдруг мне говорит, а я знаю про эту икону, и стал мне рассказывать все, хотя здесь ни разу не был. И вот для меня это было, конечно, таким живым примером церковной истории, истории, которая является живым проявлением милости Божией здесь на земле. Это не просто какие-то сухие цифры, какие-то даты, имена, которые мы только в учебниках читаем, а это жизнь. Незримо на богослужении присутствовала игуменья Варвара, жизнь которой неразрывно связана с чудотворным образом Божией Матери от рада и утешения. Ведь именно она много лет тому назад, в момент уничтожения храма, спасла эту икону. Каждый год при жизни матушка Варвара спешила на праздник Царицы Небесной. Сегодня среди земных жителей ее нет, но жива память о добрых ее делах, о том, как в 1998 году при ее личной поддержке из Солочинского, Богородице Рождественского монастыря, Никольская церковь была возрождена. А чудотворный образ Матери Божией, именуемый от рада или утешения, вновь вернулся к себе домой. Пушкари! Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Слава Царицы, Дни Святому Духу! Глава Васильевна, мы постоянно посещаем, помогали храм строить, Матушка Варвара, когда была, приезжали с ней вместе, уже много, больше, наверное, 20 лет ездим туда-сюда. И, конечно, праздники, вот, Матери Божией от Рады и Тишины, получаем большое удовольствие, благодать получаем. Заряжаемся, можно так сказать, вот этой благодатью на целый год. И сейчас вот паломничество у нас сюда, постоянно ездим вот с этой, с маршруткой Ирина возит нас, организованно уже. Так что мы очень рады и благодарим Матери Божией за помощь, всех к ней притекающих, и дома молимся. И столько исцелений, это можно целую книжку еще написать, сколько вот по ее молитвам. И каждый день обращаемся к ней. Это наша оступница, действительно, от Рады и Тишины. Все вы отложили свои дела сегодня, как бы сегодня будничный день, собрались поклониться и приехали поклониться Матери Божией. Сердечно вас за это благодарю. Возглашаю я вам много лет. Вот 5 февраля будет день рождения Владыки Симона, со дня его рождения. И сегодня бы ему исполнилось 89 лет. Я вам буду давать пакетик. Вы придете сегодня домой. За праздничным столом поменете. И также Матюшку Варвару, которой также ее трудами, заботами возродился в храм. Как бы мы и слышим из истории, да, что она эту икону спасла. Когда их далеко отогнали, в поле она чувствовала и пришла к храму, когда закрывали, увозили икону. И вот Матюшка Игумена, Анна Солочинского была Игумена, монастыря. Вот икона спасла. Как бы уже второй год ее с нами нету, потому что такую Игумену редко когда встречу. Потому что к ней в любое время пришли, она всегда принимает. Как и Владык Симон принимал, каждого человека с любовью всегда наставлял, вразумлял и помогал. Матерь Божия своим образом от рада или утешения сама пожелала оказаться на Рязанской земле и именно в Пушкарях. Это ли не великое чудо и милость Божия? Это такое чудо здесь. Здесь просто, тем более Матерь Божия сама пришла сюда, сватопеда. Сама избрала эту Рязанскую область. Поэтому не приехали, просто не возникли. Да, это просто, может быть, еще мало кто про нее знает. А так, конечно, всем желаю, чтобы все познали про этот храм, узнали побольше и приезжали к Царице Небесной. Чудеса сопровождали и продолжают сопровождать всех, кто находится рядом с Царицей Небесной от рада и утешения. После долгих лет разлуки с Пушкарями, Матерь Божия вновь пожелала туда вернуться и указала его жителям на необходимость восстановления храма Божия, ее дома. Так, 19 лет назад с Божьей помощью и молитвами Богородицы в Пушкарях вновь зазвучало слово Божие в храме святителя Николая. Сельская церквушка получилась небольшая, но очень уютная. В ней чувствуется необыкновенная благодать и присутствие Матери Божией. Лицо Богоматери выражает сострадательную любовь и чувство удовольствия. Взор ее дышит кротостью и милосердием, на устах покоится тихая улыбка, привет и утешение. За праздничной литургией последовал молебен с водосвятием. Живая вода осветила лица прихожан, дала свежесть и надежду на помощь заступнице нашей Царицы Небесной. Я к благу и заступнице рода христианского со всеми угодившим Богу. Аминь. И здесь же в Пушкарях ни одна бомба не упала, ни один снаряд, ни одно поле тут не пролетело во время войны. То есть все строения сохранились. А если вот послушаете историю жития иконы Божией Матери от Рады Утешения, то услышите там тоже такие слова. Когда Матерь Божия пыталась отвести руку младенца, Бога Младенца, он сказал, что не говори им, это, Матерь, чтобы они были наказаны. Она все-таки предупредила о том, что под стенами разбойники. Ну и можно так сказать, что вся вот московская битва, то есть наступление пошло отсюда. Сами знаете, в Михайлове 7 километрах стояли немцы, тут, как говорится, ни одного снаряда не упало. И отсюда вот пошло, так скажем, отразили врага. Вот такая история необыкновенная. И она была написана в 1860 году на Афоне во время игуменства, игумена Иеремии. Это был рязанский монах. Он был после этого на Афоне подвязался. И вот в конечном итоге он был там игуменом. И вот в его игуменство была написана эта икона. А вы сами знаете, что у нас в Иоанном Богословском монастыре тоже подвязался великий такой старец, отец Авер, он тоже, по-моему, там 20 лет, точно не знаю, подвязался на Афоне и вот был тут настоятелем. Вот такая тоже история. Как много связано с Афоном. Ну что сказать, Матерь Божия у нас всем заступница, действительно, к ней приезжаешь, и душа радуется, поет. Дай Бог всем добрый, здоровый, чтобы она Матушка нас всегда охраняла. Служба закончилась, а люди не расходились. До того было хорошо и отрадно рядом с Царицей Небесной, что не хотелось с ней расставаться. И потому каждый, кто в этот день совершал соборное праздничное богослужение, унес в своем сердце благодатное чувство любви и надежды на скорую встречу с любимым образом Божией Матери. Все, Татьяна, уводила все. Почта, поеду я. Ой, так хорошо, спасибо.